Я отлично помню, что моей любимой мечтой с самого раннего детства, еще до книг, было смутное осознание о среде бестяжести, где движения во все стороны были свободны и беспечны, и где каждому лучше, чем птицы в небе. Константин Циолковский. Циолковский впервые сформулировал идею о том, что на корабле должен быть реактивный двигатель. Мужик сказал, мужик сделал. В 1903 году составил схему корабля и полностью описал его. Напомню, это как раз было до Первой мировой войны, которая началась из пустякового повода, но, скорее всего, имела огромный скрытый интерес. Если бы ее не было, люди бы уже давно полетели в космос. То есть, по сути, во время Первой мировой полностью отвернули взгляд от всего. И пустяковый повод – убийство какого-то мужика в Сараево. И опять, проводя аналогию с нашими событиями, появление плоской земли, опять ввязывание в мировую войну, и все опять связано с космосом. Возможно, совпадение, но продолжаю. Цитата Цилковского. Долго я смотрел на ракету, как и все, с точки зрения увеличений и маленьких применений. Не помню, как пришло мне в голову сделать такие вычисления, относящиеся к ракете. Но, тем не менее, математические расчеты ученого доказали, что преодолеть земное тяготение и отправиться в космическое путешествие возможно. Вид у ракеты Цилковского был бескрылой птицы, которая развивала невероятную скорость – около 8 км в секунду. Цилковский пришел к выводу, что все объекты в космосе будут находиться в состоянии невесомости. Это еще до того момента, как люди туда полетели. Имею в виду официально. Космонавты будут жить и работать в необычных для них условиях. Макет ракеты Цилковского передали в Музее космонавтики в 1967 году. Он выполнен по чертежам Цилковского. Внизу топливный отсек, вверху – жилой. Цилковский размышлял, что ускорение ракеты увеличивает силу тяжести, которая может быть опасна живому организму. Он предлагал установить специальные ванны, в которых космонавты находили бы самые опасные моменты. В жидкости человек теряет вес, поэтому в жидкой среде человек может выдержать большие перепады ускорения. Как раз на макете Цилковского в жилом помещении размещены эти ванны. Но в остальном жилой отсек похож на наше обычное человеческое жилье, хотя Цилковский настаивал на том, чтобы жилье космонавтов отличалось от обычного земного и больше походило к неземному. Теперь логический вопрос. Все эти идеи были выдвинуты в 1887 году в его рукописи «Свободное пространство», где было описано все то, что сейчас используется в космической сфере на практике. Академик Королев сказал, что о ракетах знали задолго до Цилковского. Однако только Цилковский предложил реактивный прибор для достижения невидимых скоростей, высот и, собственно, выхода в открытый космос. Это еще одно огромное подтверждение всему тому, что я сейчас вам рассказываю и ищу и исследую. Наше прошлое взяли просто и вычеркнули. Этими Первой мировой, Второй мировой, нынешними войнами. Возможно, нынешние войны немножечко другие, но факт остается фактом. Если бы их не было, люди бы уже осваивали другие галактики. Или даже не так. Они как раз были для того, чтобы люди не осваивали другие галактики.